Привет, друзья! На связи Наталья Леру и сегодня в прямом эфире Инстаграма мы проведем, я проведу, мы проведем, мы все проведем прямой эфир в рамках марафона «СПА для мозга». Это экспресс-марафон для женщин, который помогает снять стресс, и мы там делаем четыре дыхательные практики, которые созданы для того, чтобы сбалансировать нервную систему и успокоить. Но по отзывам участников я получила обратную связь, что не всем удается расслабиться. Здравствуйте, добрый день, всем добро пожаловать, Татьяна, Оля, рада всех видеть, спасибо, что пришли. Решила провести эфир, потому что отзывы участников марафона говорят о том, что не у всех легко получается расслабиться, не дает ощущения вот этого контроля, как отпустить, как дышать, да? А я как раз делаю вторую. Отлично, супер, делайте вторую, и просто немножко дам вам такую пищу для размышления, потому что мы все сталкиваемся с желанием контролировать. Наше общество пронизано желанием направлять и контролировать, потому что есть такое убеждение одно, если не проконтролируешь, то все пропало. То жди обязательно плохого, какие-то ошибки будут, да? Знакомо, если знакомо, дайте знать. А поем пока всем хай-фай поставлю. Всем привет, кто присоединился. Оцените по шкале от 1 до 10, 10 максимум. Насколько вы любите контролировать события, любите контролировать людей. Есть такое? Где оцените по шкале от 1 до 10, где 10 максимум. Насколько вы любите направлять, указывать, контролировать. Ага, сердечки, спасибо, пошли. Кто-то чувствует, что отзывается, да? Спасибо. Ага, благодарю вас за ваши аплодисменты. Спасибо. То есть у нас устроена так наша социальная девять. А любите, да, Светлана? О, Оля, девяточка, семерочка, спасибо. Вот контролювщики. Мне с годами кажется наоборот. Это прекрасно, это здорово. Саша, десяточка, спасибо за искренность. Семерочка. То есть достаточно высокие такие. Ага, десяточка, Оля пишет. Ага, спасибо. Троечка, да, вот с возрастом. Немножко подпускает. Бывает такое ощущение. Или с возрастом нагоняет, или с возрастом отпускает. Если отпускает, значит вы что-то делаете правильно. Скорее всего, может быть, медитируете или что-то такое занимаетесь. Семерочка. Ага, Азат, спасибо большое. То есть у нас в принципе устроено так, что, не знаю, начальники контролируют подчиненных, женщины пытаются контролировать мужчин, мужчины контролируют женщин, женщины контролируют детей. Мы пытаемся контролировать наши эмоции, наши планы, наши мысли, движения. Короче, мы пытаемся контролировать все. что можно и все, что не можно заодно. Вот тоже еще пишется десяточка. Есть такое, ага. И контроль дает такое ощущение, самое главное. Спасибо вам огромное за комплименты. Контроль самое главное дает нам что? Ощущение безопасности. Самое главное, что дает нам контроль, это типа я сейчас проконтролирую, и тогда будет все нормально. То есть все получится, все будет безопасно. То есть кажется, что я, ну, под присмотром, под моим все случится, да? Но на самом-то деле, если копнуть немножечко глубже, под этим желанием контролировать стоит как раз незащищенность, страх и небезопасность. И такое, знаете, есть ощущение необходимости бороться буквально за жизнь, за каждый свой шаг. Всем привет, кто присоединился. Тема контроля. Контроль, вешать в доверие. Сейчас мы говорим, что выгоды контроля. Контроль дает ощущение безопасности, что если я проконтролирую, все будет хорошо. Но на самом-то деле, давайте поупражняемся. И вот вам открытые вопросы. Попробуйте тоже ответить мне, прям кидайте в чат. Опять, от 1 до 10, где 10 максимум. Оцените, пожалуйста. Можете ли вы контролировать свои мысли? Оля, привет, добро пожаловать. Насколько вы можете контролировать свои мысли? 10 максимум могу контролировать, 1 вообще не могу контролировать. Они сами по себе гоняются в моем голове. Подумайте и оцените. Можете ли вы контролировать свои мысли? Ставьте мне баллы, насколько вы чувствуете, что можете контролировать свои мысли. Меня контролируют, мне это не нравится, поэтому я стараюсь меньше контролировать своих. Ага, супер. Есть такое, да, в семье контролеров, да? Оцените, жду ваших ответов Можете ли вы контролировать свои мысли? Можете ли вы контролировать свои эмоции? Вот, Олеся пишет, спасибо Троечка, Лариса пишет, семерочка Видимо, медитацией занимаетесь Четверка, да? Да, десятка Ага, пятерка То есть сложно, да, Татьяна? Четверка Ага, четверочка Продолжаем, не останавливайтесь Света пишет, шестерка Можете ли вы контролировать свои речь, жесты, язык, тело, например? Троечка, да? Пять уже так Ага, можете, тройка То есть это мы сейчас еще про мысли Теперь, можете ли контролировать свою жесть? Зоя, мысли можете контролировать, да? Эмоции на четверку, да? Можете ли вы контролировать свои эмоции На четверку, пятерку? То есть иногда да, когда энергия есть, да? Иногда чаще всего, ну то есть там 50-50 почти, да? 50 на 50 То есть могу, да? Можете ли контролировать свою речь, жесты? Скорее всего тоже, да? То есть я могу осознанно сейчас проводить прямой эфир контролирует, но и то выскакивает у меня какие-то слова, паразиты, да, может какие-то там ругательства бывает. Я, с одной стороны, я контролирую, а с другой стороны, нет, тоже пятерка, четверка, тройка, вижу, ага, пятерка, то есть тоже, да, 50 на 50. Вот интересный вопрос, могу ли я контролировать отношения других ко мне? Могу ли я контролировать отношения других ко мне, заставить кого-то меня любить, да, вот хочется мне, чтобы мне всем я нравилась, а могу ли я это заставить? Нифига не могу, да, всем при этом присоединился, то есть могу ли я, мы сейчас играем в такую игру, оцениваем, насколько я могу контролировать отношения других ко мне? Я, конечно, могу постараться быть хорошей и помогать им, но все-таки нет, да, Оля пишет, спасибо, на единичку, Таня, спасибо, а вот с этим беда, иногда не могу совсем. Да, потому что нифига мы не можем, вот, Зоя, спасибо, контролировать других мы не можем, отношения мы можем из кожи вон стараться, это иллюзия, спасибо, но нифига мы можем все делать для этого, но все равно последнее слово за этим человеком, мы можем помогать, 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 а он скажет, вот какая, не знаю, там, плохая девушка, которая там, не знаю, да, то есть мы не можем, вот это вот важно заметить, что контролировать мы не можем. Можем ли мы контролировать других людей, их поступки и действия? Ну, поступки, например, мужа, вынеси ты мусор, блин, сходи за хлебом. Мы, конечно, можем, да, заставить их, да, лицом вынести пинделем, выпив, вытолкнуть, но по факту, да, мы можем сто раз повторить, вынеси мусор, вынеси мусор, сходи за молоком. Но как бы тоже, да, тут такая вот, мы по-тонкому играем, мужа мы на 50 на 50, скорее всего. Начальника, ну дай мне зарплату, ну повыси мне зарплату, ну попиши договор, тоже, да, то есть тоже нет, спасибо, Оля, действительно, тоже, вот хорошо отслеживать, что нифига мы не можем. То есть других поступков и действий мы тоже не можем. Можем ли мы контролировать, я учусь отзаркаливать, ага, здорово, хорошая практика. Можем ли мы контролировать ситуацию, события, да, мы можем запланировать события, день рождения, юбилей, например, там 35-40 лет, да, Татьяна, можем заставить, но результат не будет, вот. Вот, то есть контролировать не можем, вынесли йогу, да, месяц уже, да, февраль, вынес йогу, вынес йогу, вынес йогу, и вот никак не заставишь, вроде, да, то есть заставить мы можем, проконтролировать, уже тут вопросик, да. Можем ли мы контролировать ситуации, события, представим, что мы подготовились к юбилею, 35-40, вложили бабло, нашли какую-то площадку, да, нашли организатора. Организатора. Приходим, и все пропало, да, организатор пьяный, этот, эти шарики лопнули, платье красным вином залито, то есть и все, пипец. Мы можем много планировать, но прям вот проконтролировать это событие мы тоже по факту не можем. Согласны, да? Если согласны, жмите на сердечки, так я буду знать, что вы со мной. То есть контролировать ситуацию, события мы тоже нифига не можем, да. И самый последний вопрос, контролировать свою жизнь, жизнью мы можем свою контролировать? Тоже нет, развитие может быть разным, совершенно верно. Мы можем сделать все возможное, но результат может вообще оказаться противоположным тому, что мы хотели. И последний вопрос, могу ли я контролировать свою жизнь? Вот эту вот всеобъемлющую, огромную жизнь, которая происходит независимо от меня. Пожары в Австралии, люди гибнут в Китае, все, что-то идет, да, а я вот сижу тут на Бали, не знаю, в Москве, в Ставрополе. Могу ли я это все контролировать, эту всю жизнью, которая вокруг меня льется 50 на 50? Можем организовать, но не проконтролировать, совершенно верно. Можем организовать, но не проконтролировать. Жизнью мы можем контролировать со всеми вот этими катаклизмами, пожарами, войнами? Нифига, Оля, спасибо. Нет, Олеся, да, благодарю. То есть ни черта мы не можем контролировать тоже жизнь. То есть и мне тоже, и как и вам, наверное, нам кажется иногда, что ну себя-то я могу контролировать, да, себя-то я в принципе могу. Но как часто в нашей жизни бывало, что хочу я быть хладнокровной, спокойной, мудрой женщиной. Но вот муж себя как-то ведет, что у меня просто кукушка слезает, не знаю, начальник зарплату не повышает, и все. И я тоже не могу даже себя контролировать. Ни свои мысли, ни свои эмоции, ничего, да. Нет, только наблюдать. Жизнь в масштабах нет. Ага, если слушать себя, свою жизнь, можно. Жизнь вокруг нет. Ага, вот, да, внутренний мир. Да, и то вот тоже, свой внутренний мир я как будто бы могу. Но бывают такие триггеры возникают, что кукушка едет, мама не горюй, и вообще невозможно остановиться, да. Кому знакомы какие-то вот нюансы, разводы, не знаю, когда. То есть мы бы тоже хотели, да, но не всегда получается. То есть, и я не говорю про то, что, смотрите, тут как бы по факту, если вывод первой части, что контроль – это иллюзия. И нам кажется, что мы можем контролировать, но по факту это такая сладкая иллюзия, которая дает нам такое ощущение могущества. Вот и сейчас я проконтролирую, и тогда все пойдет по плану. Но, как мы уже успели заметить, нифига. Да, в лучшем случае 50 на 50. Может идти по плану, но, в принципе, это тоже от меня не зависит. И под этим всем желанием контролировать в глубине лежит страх. Страх, страх, что я не справлюсь. Страх, что все разрушится. Себя не всегда. Ку-ку может так проскочить. Да, вот, ага, власть. Да, дает это ощущение власть, могущество контроля. Но, то есть, под этим страхом лежит такой страх ошибиться, что все что-то пойдет не так, и все пропало. И тут важно увидеть, осознать, прочувствовать. По факту дает. То есть, смотрите, сейчас я попробую сейчас медленно. То есть, я контролирую жизнь, я контролирую себя, других людей, события. Мне кажется, что если я проконтролирую, то все произойдет так, как я хочу. Но, по факту, нифига не происходит так, как я хочу. По факту, это может с треском провалиться. И тогда что мы получаем? На контроль затрачивается колоссальное количество энергии. Контроль, страх – это сужение. Вот я не зря показываю руками. На энергетическом уровне мы боимся. Боимся отпустить людей, которых уже давно пора отпустить. Боимся отпустить работу, которую уже ненавидим. Боимся отпустить город, страну, где живем, квартиру, которую купили в ипотеку. Боимся отношения отпустить, которые уже не работают. И вот это постоянно такое загребание. Спасибо большое. То есть, боимся. И вот в этом мы как будто бы такая труба перегибается. Все, вот этот страх. Я сижу и боюсь. И жду, когда все развалится, и пытаюсь это контролировать. Но, блин, не могу я это контролировать. Потому что я могу всю энергию потратить на то, чтобы проконтролировать своего молодого человека, чтобы он не гулял. Но если он захочет, то он будет гулять. Я могу проконтролировать и сделать все возможное, чтобы меня не уволили. Но если по отношению с начальником или какое-то увольнение, все равно меня уволят. Я могу проконтролировать свое здоровье, принимать витамины. но если этот засранец вирус из Китая прилетит, он все равно меня замочит. То есть, как вы понимаете, тут нужно осознать, что большое количество энергии тратится и заставляет нас жить в таком немножко пережатом состоянии в страхе, но по факту результатов чаще всего не дает. По факту желание контролировать – это иллюзия. По факту мы не можем, мы не можем. Это сложные иногда годы психотерапии на то, чтобы осознать свое бессилие, что даже я как мать, если случится, не дай Бог, что-то с моим ребенком, я же вообще бессильна. Вот сейчас в Китае прилетит голубями этот вирус, не дай Бог, мой ребенок заболеет. Я могу отвезти его в лучшие госпитали, но я бессильна даже перед этим, хотя он может жить в очень таких хороших условиях, понимаете? И очень сложно смириться с этим бессилием. Очень страшно смириться с этим бессилием и как бы увидеть, осознать на уровне ощущения, что нифига я не контролирую. И если я нифига не контролирую, и при этом трачу огромное количество энергии, заставляя себя, ну как бы вместо того, чтобы в страх эту энергию давать, может быть я могу эту энергию куда-то в другое русло направить, если я научусь расслабляться, доверять. Все точно так, как вы говорите, благодарю, так классно объясняйте, как будто бы прозрение вступает. Класс назад, спасибо огромное, что делитесь, прям вот проживайте вместе со мной, тогда вот этот опыт он меняет действительно. И тут важно осознание, да, первый этап трансформации – осознание. И вот представьте, да, я трачу колоссальное количество, у нас же не безлимитное количество энергии, у нас есть лимит энергии, и этот лимит энергии я трачу в страх, и по итогу, по результату ни черта не получается, да, 50 на 50. И второе, что я вам предлагаю, просто допустить, а что если кроме контроля еще и существует доверие? Доверие – это противоположность контролю. Когда мы вот эту, отпускаем вот эту хватку внутренней контроль, появляется выдох, принятие, дыхание задерживается, сложно дышать. Вот, дыхание задерживается, сложно дышать – это первый признак желания удержать, контролировать, захватить. И вот как раз доверие на дыхание, на паттерне дыхания – это выдох. Выдох без напряжения, выдох очень расслабленный. Выдох, вот как будто бы я падаю в трубу, если прыгали в аквапарке с большой горки, у нас здесь на Бали горка вертикальная. В нее красную горочку заходишь, внизу стеклянный пол. Девушка говорит, 3, 2, 1, стеклянный пол убирается, и ты летишь. И тебе ничего не остается, как довериться этому сооружению и надеяться, что твои эти трусы не разрежут твое тело пополам, потому что такая скорость набирается, что, блин, мама не горюй. Вот, поэтому, когда мы отпускаем вот эту хватку и выдыхаем, первое, что появляется на энергетическом уровне – расширение. Расширение. То есть вот просто почувствуйте, просто почувствуйте на уровне тела, вот этот вот перехватывает дыхание, я не могу дышать, страх, контроль, зажатие труба, я не дышу, пытаюсь удержать, нифига у меня не получается, все вокруг рушится, я все пытаюсь удержать, и тут мне не разрешили довериться. Я отпускаю руки, я лечу, пипец, мне страшно, но возникает расширение. И вот я, что я хочу прочитать. Поскольку жизнь, поскольку, про женщин, да, вот так у нас экспресс-марафон для женщин, поскольку женская жизнь не умом, а чувствованием, она чувствованием, женщина переживет чувствованием, словно мягкие щупальца, вы распускаете вокруг себя свои антенны, прощупывая пространство, есть ли в нем угроза, прощупывая время, несет ли оно необходимость собраться или покой, прощупывая дороги, свои и своих близких, где несут они силу жизнь, а где ожидают подвох. Зачем контролировать, если можно просто знать? Вот в этом доверии, там нету слепого доверия, как будто бы я лечу на большой скорости с закрытыми глазами и думаю, а, будет, что будет. Когда мы позволяем отпустить контроль, хватку и начать жить, исходя из доверия, особенно женщина, появляется внутреннее знание, она же интуиция. И становится все ясно. Какое-то внутреннее знание на уровне ощущений, на уровне тела, что я знаю, это там нет уже метаний, там нет сомнений, там есть четкое знание на уровне тела. Кому знакомо, дайте знать плюсиками или сердечками, что бывали случаи, когда вы не знаете почему, может быть, ваш мозг говорил, нет, не иди туда, но на уровне ощущений вы знаете, туда мне надо. И когда вы идете на уровне ощущений за телом, за интуицией, все складывается наилучшим образом. Ситуация разворачивается во благо вас. Кому знакомо, дайте знать. То есть самое главное, что дает доверие, да, Оля, спасибо, это возможность соединиться с потоком жизни, с этим огромным мощным потоком, где мы можем потечь, не сопротивляться, Зоя, спасибо огромное, не сопротивляться в этом контроле и стоять против течения горной реки, которая, сука, все равно снесет, а поплыть с ней. И иногда река ускоряется, иногда она замедляется, иногда волны поднимаются, а иногда она мелкая. И вот в этом вся и жизнь, вот в это постоянное изменение, вот это постоянное движение, которое невозможно остановить. Сколько бы мы ни контролировали, все равно войны будут. Сколько бы мы ни контролировали, все равно мужья уходят и, не знаю, начинают изменять. Все равно, понимаете, иллюзия – это контроль. Я буду повторять снова и снова. И бывает так, что, да, понимаю, да, понимаю я на уровне головы, что надо мне отпустить, не контролировать, и даже слушаю медитацию на таллиру река жизни, но ни хрена мне не получается. Знаете, надо учиться доверять себе, это сила, да, вот это вот, да, у меня просто, вот, постоянное сомнение. Вот, Татьяна, ага. То есть, почему? Это, знаете, это процесс, это процесс, который, знаете, такое ощущение, что прям ниточка за ниточкой нужно прорабатывать ситуации, которые когда-то показали, что доверять нельзя. Может быть, в течение жизни вас предавали, обманывали шаг за шагом, и у вас сформировалось такое стойкое убеждение на уровне тела, что если я доверюсь, отпущусь, то меня обязательно предадут и обманут, да. И тут, конечно, на уровне головы, сколько бы я вам ни говорила, Татьяна, расслабляйтесь, доверяйте, Вселенная за вас, она не хочет вам добра, все равно на уровне тела есть память, информация, она, энергия застрявшая, что нет, я не хочу это, потому что не хочу испытать снова этой боли, предательства, мне лучше держать все в хватке, в контроле. И тут, к сожалению или к счастью, это только процесс, процесс, который помогает пройти, например, алхимия дыхания шаг за шагом, или психотерапия с психологом, или коуч, который тоже, ну, как бы работает с эмоциями. Вот тут, конечно, не поможет знание, тут нужно проживать опыт, и веревочка за веревочкой на уровне тела проживать, и видеть, что самое главное, что мне можно доверять, расслабляться, то есть расслабление следует за доверием. За контролем скрыто огромное количество страха. Да, Стелла, ага, спасибо, я вот как раз про это вначале говорила. Да, есть такое обман и предательство, вот никак вы не сможете убедить свой мозг, если на уровне тела застряло, что есть обман и предательство, доверять нельзя. Это только нужно прожить, 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 знаете что, прожить прощение. Вот в алхимии дыхания очень часто люди возвращаются в ситуации, где, вот моя ситуация, когда маленькая я была зимой, меня папа, выпивший, забыл на остановке. И мне было тогда лет шесть, я забыла, то есть автобус уехал, я осталась, и мне было очень страшно. И мое тело маленькое, мое сердце, мой мозг запомнил, что меня предали, оставили. И долго, на протяжении 30 лет была со мной эта история, что папа меня не любит, он меня там предал. Но в алхимии дыхания я вернулась в эту остановку, в эту темную зимнюю ночь, где стояла эта девочка. Я дышала вместе с этой девочкой, я проживала ее боль, ее предательство. Я видела, как в ее сердце воткнута стрела, и стоит рядом огромная тень и говорит, вот смотри, видишь, тебя даже папа оставил, ты вообще-то никому не нужна. И я вместе с этим монстром дышала в это сердце, вынимала эту стрелу и прощала его. То есть нельзя изменить предательство, нельзя изменить прошлое. Но с помощью практик, с помощью проводников и психологов можно изменить, простить. Простить, потому что мне начали показывать картинки, почему он это делал. То есть каким-то образом мое восприятие, мое отношение, что я не нужна, меня предали, начало меняться в эту же секунду с помощью дыхания. Я увидела, как я своими руками вынула эту стрелу. Сердце начало наполниться принятием и благодарностью. И я увидела, как я там целую папу, мы обнимались, и он просил у меня прощения, я просила у него прощения. То есть удивительно, но в нашу психику, в наше бессознательное заложен механизм исцеления. Когда мы начинаем дышать, вот, например, через алхимию дыхания, мы попадаем в такое пространство, где тело, психика начинает исцелять тебя саму. Она начинает показывать разные картинки, перспективы, и мы на уровне тела проживаем новую реальность, что со мной все в порядке, меня не предали, не обманули, папа на самом деле меня очень любил, просто, ну, там показывается, он не мог по-другому. И я это не только головой, я это телом чувствую. Вот, поэтому есть такие инструменты, такие, как могут, ну, только опыт, только через опыт. То есть, с одной стороны, еще раз вернемся, когда мы контролируем, нам дает это ощущение стабильности, что я хозяйка, я в безопасности. И, но с другой стороны, это лишает нас огромной, огромной массы возможностей, огромной массы, друзья, простите, мне был звонок, вернулась обратно к вам. То есть, с одной стороны, мы вроде контролируем, и вроде в безопасности мы стабильны, с другой стороны, мы лишаем себя вот этого самого, вот этого огромного потока жизни. И в этом огромном потоке жизни есть такое, знаете, называется синхронизация. Когда я прихожу в нужное время, в нужное место, и вдруг знакомлюсь с человеком, с которым я охотилась на него несколько лет. И именно в этот момент, оказывается, у той же барной стойки у нас завязывается разговор, благодаря которому появляется партнерство. Кому знакомо, дайте знать, у кого были такие ситуации, когда синхронизация, как будто вот вы попадаетесь в поток, и все начинается разворачиваться, и вас нести, и вот невозможно остановиться. То есть, контролем мы лишаем себя вот этого потока жизни, возможностей, синхронизации, и, ну вот, ну да, вот только вот возможностей. И еще, женщины мои дорогие, прекрасные мои любимые, прекрасные женщины, самое главное, что мы решаем себя этим контролем, это женственности. Потому что женщина не может быть спонтанной, когда она не доверяет. Когда мы доверяем, мы очень такие структурные, сухие, целенаправленные мужчины, но никак не женщины. Да, да, Оля Петрович, но это своеобразная защита, контроль, совершенно контроль, это своеобразная защита. По практике выдох через нос или рот. Мы всегда дышим через открытый рот, всегда дышим через рот. Я объясняю на практике, как убрать сухость во рту, что делать. Ага, супер, да. То есть самое главное, контроль нас лишает женственности. Контроль нас лишает наслаждения, потому что пока мы контролируем, мы не можем наслаждаться. Наслаждение – это мы даже оргазм, если честно, не можем получить, когда напрягаемся. Чтобы получить оргазм, нам нужно расслабиться, позволить партнеру глубоко достать, не знаю, нашу душу, наши кончики. Понимаете, потому что в расслаблении, в принятии идет вот эта вот возможность сослаждаться. Сейчас я вернусь к вашим комментариям. Мы не можем без доверия вообще-таки открываться и любить, друзья мои. Не можем. Когда мы контролируем, наше сердце закрыто, и мы боимся, в страхе мы не можем любить. Мы или любим, открываемся, или боимся. Женщина не может расслабиться. Да, вот эти практики, которые я даю на марафоне, и которые у некоторых не получается, расслабляться, потому что в глубине стоит «я не доверяю». Если я расслаблюсь, что-то со мной произойдет. Почему контроль закрывает видеть и чувствовать образы подсознания? Хороший вопрос какой. Ну, это как замок. У меня сразу пришла такая стена, и контроль, она… Ну, вот сужение. Страх на энергетическом уровне – это вот прям хватка, это сужение. Чтобы попасть в бессознательное, нам нужно пройти ворота, вот эти защитные механизмы. И когда я контролирую, вот мы начинаем видеть в алхимии дыхания инсайты и открытия, когда мы как раз… Вот это вот… Вот это расширение, вот в этом выдохе расширение. Вот вы когда в этом контроле, там просто некуда залезть, там нету пространства, понимаете? А вот в этом выдохе, там мы проваливаемся, вот в этом расслаблении. Контроль закрывает. То есть, да, там просто дверь закрыта, действительно, что дверь закрыта. Хочу попасть в этот поток. Вот, ага, приходите. Если не пробовали налогическое дыхание, голова кружится при медитации. Видимо, очень поверхностно дышите. Бывает такое, что поверхностно дышите, потому что боитесь чувствовать. Каждый раз, когда мы вдыхаем глубоко, мы даем энергию своему телу. Энергия тела пробуждается, и мы начинаем больше чувствовать. Если есть убеждение, что чувствовать – это страшно, небезопасно, не должна контролировать свои чувства, то первое, ну, может быть, от страха потерять контроль, начинает голова кружиться. И от того, что больше энергии поступает, намного больше, чем обычно. Потому что современный человек под воздействием стресса дышит очень поверхностно и часто. И эти практики приглашают, принуждают дышать глубоко и медленно, что является очень нестандартным паттерном. У нас это не классический паттерн. Но к этому можно привыкнуть. Если потихонечку в головокружении нет ничего плохого, если продолжите спокойно дышать, то через какое-то время оно пройдет. То есть, друзья, доверие – это основа женственности. И когда мы позволяем себе доверять, мы пробуждаем свою женскую суть, свою интуицию, свой внутренний голос. И интуиция, она подключена ко Вселенной. А Вселенная, она знает ответы на все вопросы. И мы можем долго и нудно, логически придумывать себе решение, придумывать себе, ну, как нам поступить, и все время сомневаться, потому что голова все время будет сомневаться. Сегодня я слышу информацию в газетах или через подругу одну, завтра я получаю информацию другую, послезавтра я вижу информацию третью. То есть мозг всегда будет сомневаться, потому что мозг очень ограничен. В мозг поступает информация только из ушей, глаз, языка, пальцев. Но часто я не могу увидеть, почувствовать, например, приближение цунами. Но я могу это почувствовать. На уровне ощущений я вдруг начну тревожиться, и мне захочется убежать. Да, там, или там, я не могу знать, что несется камаз на моего ребенка, но моя женская интуиция включится и отдернется в ребенка. Понимаете, как это устроит? То есть голова, она всегда будет тревожиться и бояться, потому что слишком мало информации поступает. Но интуиция — это энергия, это на уровне, знаете, как будто из меня вот такие энергетические щупальцы, которые все время прощупывают пространство и говорят мне, с этим иди, с этим не иди, туда вкладывайся, сюда не вкладывайся. То есть когда мы начинаем жить через доверие, мы становимся более сильными, масштабными, спокойными, женственными, текучими, гибкими, наслаждающимися. Ага, я теперь понимаю, в каком постоянном напряжении живу. Угу, назад, спасибо. Благодарю вас на медитацию, я себя очень кайфово чувствую, после медитации чувствую на полной энергии. Благодарю. Супер, продолжайте, не останавливайтесь. Не останавливайтесь, потому что дайте своему времени, мозгу привыкнуть, что вот это состояние расслабленности — это нормальное состояние. Это не может возникать на таком, на бэкграунде, что это типа небезопасно расслабляться. Оглянитесь вокруг, война, войны нет, войны нет. Можно расслабляться, никто не ворвется. С Калашниковым. Вот, то есть, самый большой вывод этого эфира, что жизнь контролировать не стоит. Но стоит учиться соединяться с жизнью на разных уровнях. На материальном, на духовном, чувственном, ментальном, эмоциональном, телесном, социальном и всех других уровнях. И это мы можем сделать только, если мы научимся расслабляться и доверять. Мы начнем намного больше чувствовать и ощущать. Мы становимся намного сильнее, мощнее именно вот эта внутренняя сила. И контролировать жизнь тоже не стоит, потому что мы пришли сюда чувствовать. Мы все в итоге делаем для того, чтобы почувствовать. Покупаем платье, чтобы почувствовать себя более красиво. Покупаем машины, чтобы почувствовать себя более уверенно. Путешествуем, чтобы почувствовать. То есть, жизнь нужно чувствовать, не нужно ее контролировать. Чувствовать ее повороты, новое, отпускать старое. То есть, вот эта постоянная метаморфоза, рождение и смерть, протекание. И то есть, вот эта вся жизнь есть, со всеми ее падениями. Недавно тут с подругой разговаривали про смерть и про разные такие ситуации, когда летишь на байке и ничего не можешь сделать, как, например, погибаешь. И то мы нашли, знаете, вот в этом... То есть, невозможно остановить жизнь. Вот основная идея, что жизнь остановить невозможно. Сколько бы мы ни ставили на паузу и не боялись ее проживать, она все равно будет течь независимо от вас. И если суждено, не знаю, разбиться на байке завтра или сегодня, да, ну как это можно проконтролировать? Ну никак, с этим нужно только смириться. И это страшно, это процесс. Но это дает невероятное количество освобождения, когда мы смиряемся и выдыхаем. И если голова еще пока боится, то через дыхание, через тело у вас есть возможность этому научиться. Или через практики, которые я делюсь на марафоне «СПА для мозга», через алхимию дыхания, если вы ходите или уже решились прийти. Выдыхать, выдыхать, друзья. Вот, на этом потихонечку заканчиваем прямой эфир. Пожалуйста, если у вас вопросы, пожалуйста, задавайте, отвечу. У нас еще пять минут украшения и камни. Спасибо большое, Оль. Сама люблю. Ага, выбор души, да. То есть в этом... А выбор души и украшения, да, или доверие? Доверие, выбор души тоже. После аварии меняется взгляд на жизнь. Да, когда, возможно, в смерть идет, и на волоске от смерти, возможно, уже не так страшно. Я же тоже один раз упала с третьего этажа, разбила голову, на волоске была от смерти. И у меня была передозировка героиновая. Тоже я увидела свое тело со стороны. И после этого мне как-то стало, ну, не страшно, что ли. Ну, как бы не страшно, потому что, когда я видела свое тело, посиневшее со стороны, мне было вообще не страшно. Мне было, наоборот, какое-то освобождение. Я такая, хм, любопытно. Тело лежит, прикольно. А мне не больно, мне не страшно. Я просто вижу себя. То есть, ну, вот, когда мы вылетаем из тела, вот в этом духе, там нету боли. То есть, я даже как-то немножко, как это, по-английски looking forward к своей смерти, потому что я знаю, что там, там не страшно. Так, Ира дарит мне сердечки. Спасибо большое. Зоя, очень хочу попасть на сегодня, на химию дыхание оплатила, но на почту ничего не пришло. Пожалуйста, напишите в техподдержку. По всем вопросам, что не получается, ссылка не пришла, звука нет. Там под оплатой красным выделена техподдержка. Вы можете написать в WhatsApp или на почту. Пишите, пишите прямо сейчас. Еще время есть, они вам быстро скинут в личку. Бывает такое, что в спам попадают или почему-то не приходят, но мы делаем все возможное, чтобы как можно меньше этого было. У нас есть техподдержка, которая быстро отвечает на все вопросы. Если я буду участвовать, то как на марафон попасть? Так, марафон «СПА для мозга» уже идет. Вот, с 13-го числа поток, набор уже завершен, но следующий будет, скорее всего, где-то через недельки три. Вы обязательно следите за сториз, мы скажем, когда будет новый поток. То я не умная. Что? Если я буду участвовать, то я не умная. Если я не буду участвовать, то я не умная, да? Немножко это не понимаю. Выбор души – это трансформация, смерть или что-то другое. Вашей душе нужен был такой опыт. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот я только, вот знаете, недавно, наверное, в прошлом году поняла, что нам важно переживать страдания и боль, потому что после этой глубины страдания мы как никогда можем чувствовать радость, любовь, счастье. То есть мы, давая себе возможность проживать вот эту глубину боли, мы можем проживать глубину радости. То есть наше чувствование очень сильно становится, расширяется. Если мы останавливаем себя от боли, проживания, наша чувственность сужается. И она сужается не только в негативном ключе, но и в позитивном. То есть мы и радоваться потом не можем. Если мы не можем грустить, плакать, мы как будто бы немеем внутри, мы потом и радоваться не можем. И такое ощущение, что я уже и плакать не могу, я уже и хочу поплакать, отпустить, а не могу, потому что внутри все онемело. Если это про вас, точно приходите на алхимию дыхания. Там у вас не будет возможности не поплакать. Может быть не с первого раза, может со второго. Но, пожалуйста, не умирайте. Знаете, про таких говорят, умер при жизни. Когда ты вроде тело живет, а внутри уже ничего ты не чувствуешь. Не чувствуешь, потому что психика защитила вас от боли. То, что мы не можем прожить, пережить, замораживается. Наступает онемение. Ваша душа. Ага, так. Как зарегистрироваться на алхимию дыхания? Как обучиться этой технике? Зарегистрироваться на алхимию дыхания сейчас можно прямо через сторис или через шапку профиля Coach.ly.ru. Кликайте на нее, и там меню сверху прямо написано «Алхимию дыхания» и «Регистрация». Или заходите в сторис, находите, где алхимию дыхания 10.00 по Москве, регистрация, свайп-ап, и попадаете на сайт, где можно зарегистрироваться. Стоимость 800 рублей, длительность полтора часа. Но это лучшие полтора часа, которые вы проведете в своей жизни. Я вам это гарантирую даже. Обучиться этой технике длительность тренинга год. На английском языке проходит. Стоимость 5000 долларов. Кажется, что все так легко, что там дышать, да? Но, блин, стоимость такая недешевая. Если интересно, на английском умеете говорить, напишите в директ, я вам скину ссылку на тренинг. Спасибо, Натали. Ехала и слушала. Супер. Я рада, что было полезно. А на алхимию нужно идти с запросом или просто? Можно просто без запроса. Вам бессознательное ваше покажет все, что вам нужно знать именно на данный момент. Удивительно, иногда мы приходим, вы просто из любопытства, из открытости. И подсознание нам дает именно те ответы, которые нам пипец как нужны. Вот, поэтому можно без запроса, можно с запросом. Спасибо, у класса. Я пропустила. Записи можете посмотреть. Натали, благодарю за марафон. Ну, вы красивая. Спасибо, Азат, большое за ваши приятные, добрые слова. Так мне вдохновляетесь. Я читала, прям плакала от радости, от благодарности к вам, что вы практикуете, что вы делаете. Это так ценно, это так важно. Мне так важно, чтобы вы делали, чтобы вы почувствовали, какие вы классные. Потому что каким-то образом, вот когда у людей изменяется, вот это вот, я это чувствую, я тоже выхожу на другой уровень. То есть мы все одновременно растем. Поэтому я так радуюсь за вас. Спасибо вам огромное. Натали, ты прелесть. Спасибо. Как можно участвовать? Через сторис. Зайдите в мой сторис и увидите фотографию Алхимедыхани регистрация. Вверх прорисните, попадете на сайт, где можно зарегистрироваться. После оплаты вам на почту сразу придет письмо подтверждения, где будет ссылка. Вот, если что-то не пришло, там есть техподдержка на сайте, пишите, пожалуйста. После прошлой сессии в субботу, и я как батарейка заряженная, дня три точно была. Вот, Оль, спасибо. Видите, после алхимии дыхания кто-то там не ходит, потому что поспать ему надо, кто-то не ходит, потому что времени нет. Люди приходят, заряжаются, на неделю энергии хватает. Вот. Как концентрироваться на чувство тела? Выдох. Только, знаете, и как будто бы, представьте, что вы на выдохе, на лифте опускаетесь в свое тело. Опускаетесь в тело и позвольте себе чувствовать сначала ноги. Мизинец на ногах, большой палец на ногах. И вдох, стопы почувствуйте. То есть, как будто бы каждый раз на выдохе спускаетесь в лифт, стараясь чувствовать ощущения. Если сидите в кафе, позвольте себе чувствовать, не знаю, попу, да, на которой вы сидите. Если вы гуляете, почувствуете ветер на своей коже. То есть, все время возвращайте себе, что я чувствую сейчас, каково мне сейчас, что я чувствую сейчас в своем теле, где я чувствую, какие ощущения. Вот у меня кончики пальцев от кондиционера прохладные. Я прям чувствую свое горячее тело, чувствую тунику, которая прилегает, чувствую сережки, которые щекочут мне. То есть, вот это прям, что я чувствую, что я чувствую. Раз, перечислили. Ага, да, сохраню и скину в чат, если вы участвуете в марафоне в YouTube, появится скоро. Не успела на лайф. Обязательно поделюсь. Спасибо вам. Очень сильные вещи, доступные в новости. Супер. Спасибо вам огромное. Наталья, а если я пока ничего не чувствую? Нормально? Нормально, Татьяна. Бывает такое, что, ну, годы, десятилетия мы тренируем себя не чувствовать, потому что нам страшно. И когда мы потихонечку возвращаем себя, сначала вообще непонятно. И думаешь, такая темная комната, где вообще ничего непонятно, не чувствую. Продолжать. Я только могу сказать вам, продолжайте. Если есть возможность на аллухимию дыхания, вы точно там почувствуете, потому что там нет вариантов не чувствовать. Или потихонечку прям продолжайте. Третий, пятый, почувствуете. Спасибо вам огромное, что пришли на эфир, поддержали меня очень классными вашими обратной связью, поддержкой. Обожаю вас, вы прям лучшие. Спасибо вам огромное. Ну что, до новых встреч. Пойду готовиться к алхимии дыхания. Мы начинаем через 15 минут. И до встречи в марафоне «Спа для мозга». Задание приходит каждый второй день, чтобы у вас было время попробовать практику хотя бы один, два, три раза, чтобы вы не бежали сломя голову, а потихонечку выдохнули и попробовали. Еще раз благодарю вас сердечно. Благодарю, поняла кое-что. Супер, это главное. Отлично. Все, завершаю, сохраняю эфир. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok